Нам придется построить самолет, на котором мы никогда не летали. Селекционеры из семи навода посадят за штурвал, а пассажирами будет все агрария. Российским уходить некуда, они находятся в России. Они могут только обанкротиться, но хочется работать в более свободной сфере. Мы опасаемся того, что будет переход с одних рельсов на другие довольно-таки быстро, одним скачком. Поэтому ведется активная работа представителей бизнеса, семенного бизнеса и Министерства сельского хозяйства в различных рамках через регуляторную гильотину, через Государственную думу и так далее. Здесь мы видим опасность прежде всего в резком переходе от одного законодательства к другому. Но так или иначе цель Минсельхоза усилить роль отечественной селекции семеноводства в Российской Федерации. Так или иначе это будет сделано. Прежде всего, если говорить о НПА, нормативно-правовом акте, о правилах локализации, которые и будут регуляторной частью закона о семеноводстве, то он довольно-таки противоречив и вызвал, наверное, самые бурные эмоции у представителей бизнеса. Ну, к примеру, если раньше любая семенная компания в рамках своего плана и развития сама могла регулировать и селекцию семеноводства, и свое направление, то сегодня, например, вводятся правила отчетности. И любая семенная компания, которая находится в Российской Федерации, обязана отчитываться в Министерство сельского хозяйства, планово отчитываться, что она планирует делать. Мы привыкли работать в рамках бизнеса и в рамках рынка, и о какой-либо отчетности раньше не могло бы идти речи, а сейчас это придется сделать. К тому же, правила локализации предписывают использование молекулярно-генетической лаборатории. Большинство компаний сегодня и в России, и за рубежом не используют молекулярно-генетическую лабораторию в селекции. Это лишь один из инструментов, который помогает делать ту или иную работу. Что это за лаборатория такая? Лаборатория, значит, что такое? Селекция не стоит на месте, как и генетика. Если говорить о молекулярно-генетической лаборатории, то эта лаборатория позволяет нам, селекционерам, выявить те или иные факторы, значит, перед... Сэкономить время и сэкономить время. Например, очень важно при идентификации генов устойчивости у растений. Это позволяет сделать очень быстро. Не нужно создавать какие-то искусственные условия для того, чтобы видеть, сорт или линия, или гибрид устойчивый или нет. Или же это очень важно при селекции ряда культур, например, подсолнечник, например, аук репчатый, свекла, все виды для идентификации стерильности. Почему бы тогда действительно эти лаборатории не создать, не приобрести? Если это шаг вперед, то законодательство нас подталкивает к тому, чтобы... Я бы сказал, хорошо бы иметь эту лабораторию, но в рамках какого-то НИИ и селекционеры с удовольствием будут пользоваться. И почему и нет. Но покупать ее для себя, ее стоимость начинается от 15 миллионов рублей и до бесконечности. К тому же постоянно поддерживать различные так называемые праймеры, которые являются неотъемлемой частью этой лаборатории. А если нам нужно сделать это на определенном этапе, зачем нам держать эту лабораторию? Поэтому вопрос возникает, зачем нам держать лабораторию? Но, кстати, Минсельхоз пошел навстречу. В последней версии НПА-локализации уже не нужно иметь лабораторию, но нужно иметь контракт с той или иной организацией для предоставления услуг этой лаборатории. Генетический паспорт до сих пор непонятно, что это такое. В законе сказано, что это какой-то паспорт, идентифицирующий тот или иной сорт или гибрид на основе молекулярно-генетического анализа. Для меня до сих пор непонятно, как это сделать по ряду моментов. Первое, например, самый трудный момент, трудный вопрос, который даже не отвечают те, кто защищает. Не могут ответить те, кто защищает генетический паспорт. Например, как сделать генетический паспорт для сортов? Сорта — это прежде всего гетерогенные популяции. Это разные популяции. То есть они похожи друг на друга, но генетически они различаются. И если для ген-паспорта нам нужно одно растение взять, чтобы охарактеризовать весь сорт, то как этот генетический паспорт, насколько он будет правильным, это не представляется возможным. Более-менее мы можем сделать это для гибридов. И мы будем это делать. Но вопрос сейчас стоит в том, что это входит в обязаловку определенную, а мы не хотим обязаловки в генетических паспортах. Мы подозреваем также, что в этом скрыта некая финансовая составляющая, и мы получим в будущем какую-то необоснованную финансовую нагрузку на наш бизнес. Ну, к примеру, если цена бы на этот генетический паспорт была бы низка, например, в размере 100 рублей, да, или 200 рублей, или 300 рублей, не знаю, это было бы куда-нибудь, куда-нибудь шло. Но сейчас говорится о том, что стоимость начнется от 60 тысяч рублей. То есть всем компаниям придется сделать на свои сорта и гибриды, которые уже есть, и которые будут в будущем, понести затраты 60 тысяч на один сорт или гибрид. Но представьте, есть такие компании для хобби рынков, у которых сортов этих тысячи, и какие затраты на них лягут. Это сумасшедшие затраты, это сильно повредяет на себе стоимость продукции. А аграрию, простому сельхозпроизводителю, какая польза от генетических паспортов, лабораторий молекулярно-генетических? Обычным аграриям, фермерам вы имеете в виду? Я не вижу здесь никакой связи с аграриями, именно в рамках вопроса о генетическом паспорте. Дело в том, что в рамках рынка всегда у нас происходит у любого фермера, у любого агрария покупка семян в рамках доверия. То есть, если человек идет приобретать для своего производства ту или иную продукцию, те или иные семена, то он уже явно доверяет этой компании, и он готов производить продукцию из этих семян. А генетический паспорт для него, мне кажется, не имеет никакого значения вообще, тем более молекулярно-генетическая лаборатория. Это вопрос работы селекционеров. Звучало предположение, что эти законы принимаются для того, чтобы мягко вытеснить с российского рынка западную селекцию, при этом дать шанс развиваться российским компаниям. На ваш взгляд, действительно ли закон следует этой логике? Убрать зарубежные компании и помочь развиваться отечественным? Логика такая родилась прежде всего из-за того, что однажды после начала СОО… Ушла Картева. Ушла Картева, она же Пионера, она же Дюпон, да, она ушла с нашего рынка. То есть, что произошло по факту? По факту произошло, что люди-фермеры, которые рассчитывали на эту компанию, потеряли возможность работать с этими семенами. То есть, вопрос выбора гибрида для своего производства, вопрос выбора семян – это очень важный вопрос. Все имеют те или иные предпочтения. И перескочить с одного на другое сразу не получается. Поэтому Минсельхоз, я считаю, пошел на такое ужесточение мер, на вокализацию производства в России, для того, чтобы прежде всего сохранить наших фермеров, чтобы быть уверенным в том, что они будут обеспечены семенами в срок. Для этого необходима как раз вот эта локализация производства, для того, чтобы семена у нас были и находились в России. Однако, не так легко и быстро это сделать на самом деле. Ну, к примеру, для того, чтобы лично на моем опыте, на опыте нашей компании, для того, чтобы перенести производство из одного региона в другой, свеклы, например, нам потребуется 6 лет. Если локализировать полностью производство в России, то для этого потребуется 6 лет. Это не проблема, мы это делаем. Но в следующем году запланировано около 25-30% от нашего общего вала производства этой культуры произвести в России. А как так вышло, что Ваша компания российская, селекция происходит в России, да? А семеноводство за рубежом? Ну, дело в том, что это общемировая практика. Если мы говорим, допустим, возьмем в общем нашу планету и мировую практику, голландская компания или американская компания с американской селекцией или с голландской селекцией, то же самое российская компания с российской селекцией, производят вдруг семена в Индии, в Китае, либо в Чили, либо во Франции, либо еще где-то. Прежде всего, это связано не потому, не ориентированностью с тем, кому принадлежит эта компания, к какой стране она относится, а связано это прежде всего с климатическими условиями. То есть сейчас есть возможность размечать семеноводство в наиболее лучших условиях. Ну, представьте, в Индии, например, температура в течение периода вегетации и семеноводческих посевов держится на уровне ночных температур 20 градусов, а дневных температур 24-28 градусов. Это говорит о том, что это очень стабильные условия и семена получаются очень высокого качества. То же самое можно сказать о других регионах. И не нужно забывать также то, что экономическая составляющая производства семян в ряде стран из-за климатических условий, из-за дешевой рабочей силы получается очень дешевыми. Поэтому, если мы говорим даже сегодня о локализации производства в России, для ряда культур все-таки это дороговато. Для ряда культур все нормально, мы проходим по себестоимости. Ну, например, тот же посленовые культуры, такие как томат, перец, ватки, все еще выгодно производить в Индии, так или иначе. Вот можно об этом поподробнее? Потому что мы в основном занимаемся полевыми культурами, и мы наблюдали, что производители семян подсолнечника и кукурузы в последние годы, напротив, увеличивали посевы родительских, увеличивали завоз родительских линий и гибридизацию проводили в России. То есть они к этому шли. Почему в овощеводстве семена находятся где угодно, но не у нас? И вообще это только вашей компании касается, или это общая практика для страны? Я бы сказал, что это общая практика. Это касается абсолютно всех компаний. Ряд российских компаний до сих пор производят семена за рубежом. Здесь нельзя сказать, что да, мы вот сейчас возьмем и начнем производить здесь. Почему не здесь? Почему ряд культур так мы не хотим производить именно в России? Потому что определенные климатические условия. Температура воздуха у нас поднимается на юге России в период вегетации до 40 градусов, а семеноводство ряда культур уже невозможно превыше 30, выше чем 30 градусов. И представьте, под какие риски мы подходим. Мы же должны произвести качественные семена. Мы должны произвести такие семена, чтобы фермер был доволен. А планка очень высока. Западные компании, придя на российский рынок после развала Советского Союза, планку задрали. Очень-очень высоко. И к хорошему все быстро привыкли. И сейчас сказать фермеру, что если вдруг схожи семян 89%, а не 95%, ну извините, он будет далеко не рад. Все хотят 90+. Насколько дороже будет производить семена в России, если все-таки это обязательно требование останется? Конкретно семена овощных? Ну, если брать семена овощных культур, то мы опасаемся сейчас, что цена на ряд культур, прошу прощения, себестоимость на ряд культур, например, посленная группа, там перец, томат, баклажан, в разы выше, порой даже в 5, а порой даже в 10 раз выше производить здесь. За счет чего так растет себестоимость? Опять же, стоимость рабочей силы в Индии и в России довольно-таки разная. В Индии намного дешевле. Стоимость, прошу прощения, климат намного континентальней. А это значит, что высокие температуры все-таки сыграют свою роль. И если оценить все риски, то можно и в 20 раз выше получить себестоимость. Да, безусловно, риски есть, потому что правила локализации предписывают прежде всего зарубежным компаниям ряд требований в практике российских законов, которых еще не было, да и в мировой практике практически не было. Например, если зарубежная компания будет работать в России, и ей предписывается разделить 51% компаний долевого участия с российским резидентом или с российской компанией. Кроме того, предписывается вести полный цикл от селекции до производства семян в России, делиться материалом и научными достижениями с НИИ, иметь около двух участков в собственности или в аренде в различных регионах России. Ну и еще ряд требований, на которые могут пойти только сильные компании. В том-то и проблема, что маленькие компании с низким оборотом будут вынуждены просто уйти из России, так как затраты на то, чтобы принять все правила локализации, будут несопоставимо выше. Уйдут маленькие компании только зарубежные, или российским тоже будет сложно выполнить эти требования, и есть риск, что они тоже уйдут? Я думаю, что российским будет намного легче, и российским уходить некуда, они находятся в России, они могут только обанкротиться, но я думаю, что этого не произойдет. Я думаю, что, я полагаю, надеюсь на то, что Минсельхоз этого не допустит. Я все-таки надеюсь, что в этом законе и семеноводстве присутствует здравый смысл. Один из замечательных селекционеров нашей ассоциации сказал, что кто отдаст своих детей. Мы смотрим отрицательно. Если селекционер отработал и вывел тот или иной гибрид, поверьте, на это потрачено очень много времени, сил, риска и, самое главное, инвестиции. Потому что, если мы говорим в рамках частной компании, то селекция стоит очень дорого. Это очень финансово емкое занятие. И если мы сейчас просто-напросто отдадим наработанный материал кому-то, ну, я думаю, что отдавать никто не будет на самом деле. И проверить это очень трудно. Дело в том, что нужно быть настолько экспертом высокоуровня, чтобы понять, передают тот или иной материал. Надо быть тем же самым селекционером, чтобы понять это. Локализация в перспективе и та идея, которая в нее заложена, это хорошо. Но если мы говорим о том варианте правил локализации, который сейчас, мы не понимаем, почему правила локализации касаются российских компаний, если так или иначе они уже локализированы, если это наши компании, если они находятся здесь. То есть, по факту мы локализируем, локализуем, локализованное. О зарубежных компаниях я согласен. Ну, посмотрите, из опыта автопрома, когда в прошлом были локализированы ряд автомобильных брендов, это довольно-таки хорошо повлияло на развитие и на цену автомобилей, которые продавались в России. То же самое здесь. Вы сказали, что генетический паспорт – это требование излишнее, молекулярно-генетическая лаборатория тоже излишнее требование. Что еще? Какие еще пункты смущают? В законе? Да. На самом деле в рыночной экономике любому бизнесмену хочется работать в более свободной сфере. Закон о семеноводстве предъявит очень-очень много требований к этому бизнесу. Поэтому никому не будет нравиться, когда вас начинают чересчур контролировать. Бюрократизация увеличивается. Мы опасаемся, что так или иначе это может быть связано и с определенным будущим коррупционным моментом на разных уровнях. Мы это говорим. В рамках регуляторной гильотины мы постоянно пытаемся убрать те пункты, которые могли бы привести к каким-то коррупционным моментам. И открыто это говорим. Это открыто обсуждается, открыто принимается. Вот, кстати, регуляторная гильотина. Что это такое? Это замечательный орган, который призван на экспертном уровне, на уровне бизнеса, призван исключить те законы, те НПА, которые в современных реалиях не могут, как сказать, уже либо устарели, либо играют против российского бизнеса, против развития. И как? Продуктивна эта работа? Эта работа находится в таком горячем споре постоянно между властью и регуляторной гильотиной. Но так или иначе удается добиться рядов и аргументировать ряд моментов, что позволяют привести сами НПА, в частности, к закону о семеноводстве, в тот более-менее рабочий вид. Представим, что вам не удалось поправки внести в законы, которые уже приняты о семеноводстве и о локализации производства семян. Давайте не будем представлять. Мы активно работаем, мы работаем на уровне бизнеса, мы имеем совещательный орган. В рамках народного фермера Кубани и в рамках в целом федерального народного фермера делается довольно-таки много работы. И причем это работа экспертная, это работа совещательного характера, мы выражаем общее мнение. Нельзя сказать, что мы просто принимаем какие-то решения на авось. Все решения аргументированы. Тем не менее, федеральный закон о семеноводстве обсуждался несколько лет. И Национальный союз селекционеров и семеноводов постоянно писал претензии к определенным пунктам, писал, как нужно изменить. И этот закон приняли. И все равно остались там спорные моменты. Поэтому я и спрашиваю, если вдруг вам не удастся, что будет с рынком семян в России, если все останется так, как в этих законах написано? Дело в том, что с того момента, как закон был принят, обсуждался и до сегодняшнего момента, уже привнесено много изменений. И что такое закон? Это по сути дела скелет. Все остальные мышцы и действенные органы, это нормативно-правовые акты. Они показывают, как работает этот закон в том или ином случае. И если говорить об этом, то многое уже сделано. Но если представить, что все так ужасно и ничего не удалось сделать, то я бы сказал здесь, нам придется построить самолет, на котором мы никогда не летали. Понимаете? Кто из нас сядет в самолет, который даже не испытывался? Вот здесь мы немного, как сказать, будем страшиться. Но так или иначе, работа уже сделана, многое уже сделано и многое еще делается. Вопрос. Кого посадят в этот самолет? В селекционеров, семеноводов или в сельхозпроизводителей, которым в конце концов... Скажем так, селекционеры и семеновода посадят за штурвал, а пассажирами будут все аграрии, все сельхозтовропроизводители. Частным селекционным компаниям надо дать больше свободы. У нас слишком много ограничений сейчас. То есть, ну, к примеру, взять наша уважаемая госсорткомиссия. Зачастую мы вынуждены ждать два, то и три года до принятия решения. Порой эти решения принимаются в определенных спорных моментах и 4, и 6 лет. То есть, если селекционер потратил свое время, а оно от 6 до 8 лет, а порой до 15 лет, на выведение того или иного сорта гибрида, то нам вы вынуждены еще ждать от двух до шести лет. Представляете, что такое селекция? Это, еще раз повторюсь, это финансово-емких процесс. Это инвестиции, это затраты на работы, это затраты времени, жизни селекционера, которая не так длинна, как кажется. И в результате мы еще, когда подходим к моменту создания такого, скажем так, перспективного гибрида, сорта, то мы вынуждены еще ждать время, пока его зарегистрируют. Мы не можем делать возвраты наших инвестиций. Вот в этом один из моментов таких как бы нехороших. А что еще? Что еще так могу бы плюсом и что хотелось бы сделать? Это вклады, скажем так, субсидирование, поддержка государства на федеральном, на региональном уровне для российских селекционеров и семеноводов. Ну, например, субсидии, хорошо звучала бы субсидия на семена, произведенные в России. Даже если мы сейчас перестанем руководство в основном федеральным законом о семеноводстве, субсидии на семена, произведенные в России, сыграли бы очень хорошую роль, поверьте. Разве такой субсидии нет? У нас субсидии сейчас на элиту и на F1 гибриды, независимо от места производства. Ну и другой немаловажный момент. Нам нужны кадры. Дело в том, что кадры нужно воспитывать. Поэтому школа генетики, школа селекции, школа семеноводства должна развиваться. А как? Как? Это задачи стоят, как раз здесь задачи стоят университетов профильных, задачи научно-исследовательских институтов. Они должны ковать кадры. На сегодняшний день мы имеем очень хорошую практику. И вот практика, о которой я уже говорил, это ассоциация народных фермеров, которая, как недавно сказал один из региональных министров сельского хозяйства, является коротким плечом между бизнесом и властью. То есть мы очень рады новым членам нашей ассоциации, которые приходят со своими проблемами, которые реально будут решаться. Поэтому добро пожаловать. Мы все сделаем вместе, сделаем больше и будем сильнее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»